Друзья, всех приветствую на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных отчетах, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канала Markets, оставляйте ваши вопросы в сексе с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря несколько релизов из Швейцарии. В 6.30 и в 7 по GMT ждем данные по инфляции и ВВП швейцарской экономики. За франком мы наблюдаем последние несколько торговых сессий и я уверен, что после сегодняшней статистики франк окажется под дополнительным давлением. Еще один важный релиз уже после открытия американской торговой сессии в 14.00 по GMT – индекс активности производственного сектора ISM США. Конечно же, учитывая важность этого отчета, он повлияет не только в будущем на показатель ВВП США, но и на решение предрезерва, которое упирается в возможность смягчения национальной монетарной политики и снижения ключевой процентной ставки в сентябре. Поэтому сегодня, еще и после дня труда, конечно же, ликвидности будет больше, а с учетом такого экономического календаря, я думаю, что мы смело можем рассчитывать на более-менее интересные движения. Индекс доллара текущей котировки 101.65. Напомню, что с конца прошлой недели у нас тянется индекс цен расходов на личное потребление, показатель, который в целом никого не удивил, но оказался ниже, чем ожидали аналитики. Соответственно, более низкие показатели по индексу цен, базовому индексу цен расходов на личное потребление, свидетельствуют о том, что инфляционные риски в американской экономике продолжают снижаться. Это также является косвенным признаком того, что дезинфляционный тренд в Штатах сохраняется, и по касательной это также повышает вероятность того, что американский регулятор может согласовать все более масштабное снижение ключевой процентной ставки в сентябре. Я, конечно же, подразумеваю возможность снижения ставки на 50 базисных пунктов, хотя если мы сейчас обратим внимание на общий рейнчный консенсус, то большинство трейдеров уверены, что ставку сократят всего лишь на 25 базисных пунктов. Очень интересно, кстати, друзья, ваше мнение. Напишите в комментариях, считаете ли вы, что текущий новостной фон достаточен для того, чтобы ФРС сократил ставку сразу на 50 базисных пунктов. Либо вы видите предпосылки для того, чтобы американский регулятор не торопился, шел последовательно и смягчал политику минимальным шагом 25 базисных пунктов, которые широко ожидаются на рынке. Напомню, что после публикации данных по ОВП и отчета по перечным заявкам на пособие по безработице на прошлой неделе, глава ФРБ «Атланта» Рафаэль Бостич, чьему мнению мы доверяем, и некоторое время назад он был самым рьяным, наверное, ястребом среди голосующих членов американского регулятора. Но сейчас изменил свою точку зрения и, комментируя релизы, которые оказались лучше, чем ожидали многие аналитики, отметил, что все равно Федерезерву необходимо снижать процентную ставку из-за прогресса в борьбе с инфляцией и проблем на американском рынке труда. Отсюда, друзья, у нас особо повышенное внимание к предстоящему релизу по Non-Farm Pedals, который мы с вами ожидаем в эту пятницу. По прогнозам, в прошлом месяце американская экономика создала 163 тысячи новых рабочих мест. Это больше, чем два месяца назад, но если вдуматься просто в масштаб этих цифр, станет понятно и очевидно, что 163 тысячи – это настолько ничтожно низкие показатели по приросту, что даже если мы увидим по факту эти цифры, их нужно будет интерпретировать как слабый отчет. Я готовлюсь к слабой статистике, как много раз уже вам об этом говорил, и надеюсь, что ФРС впоследствии не откажется от своих слов. И реагируя на охлаждение данного сектора американской экономики, он начнет довольно активно смягчать национальную монетарную политику и снизит ее и в сентябре, и в ноябре, и в декабре. А поэтому индекс доллара сохранит установку фундаментальную на последовательное движение в район 100 пунктов и ниже. По золоту пока без дополнительных и новых рекомендаций. Котировки 2495, то есть консолидируемся мы вблизи 2500, то же самое будет продолжаться вплоть до выхода данных по Non-Farm Pedals. Американский фондовый рынок S&P 500, 5-650, здесь только лишь длинные позиции. Уверен в том, что американская фонда NASDAQ, S&P и Dow Jones имеет очень хороший потенциал не просто продолжить развитие восходящей динамики, но и обновить исторические максимумы уже в рамках этой недели, может быть, с небольшим заходом на следующую. Фундаментальный фонд потенциально этому явно располагает два отчета ISM, производственный сектор, сфера услуга и данные по Non-Farm Pedals. Доллар-франк 0,8520 текущей котировки, ждем данные по инфляции и по темпам экономического роста. Что касается показателя по инфляции, в данном выражении ожидается снижение с 1,3% до 1,2%. Ну, то есть очевидно, что инфляция уже давно застоялась в пределах целевого диапазона Национального банка Швейцарии, и это дает возможность регулятору спокойно дальше снижать ключевую процентную ставку. Что касается показателей по ВВП, то в целом экономика стагнирует. Уже три месяца подряд мы не видим каких-то динамичных показателей по росту, и может быть, как раз это будет дополнительной мотивацией для Национального банка Швейцарии продолжить смягчать монетарную политику. Но самый главный стимул – это все-таки чрезмерное укрепление франка, которое, на мой взгляд, и тормозит экономический рост. Чтобы избавиться от этой проблемы, нужно создать условия для ослабления франка. И все вы прекрасно знаете, что смягчение экономической политики – очень хорошее лекарство от данной экономической проблемы, скажем так. Цели роста движения по паре доллар-франка выше уровня 0,87. Доллар иена 146.50. Я по-прежнему за развитие нисходящей динамики не могу позволить себе сделать ставку на ослабление иены на фоне очевидного роста инфляции и готовности Банка Японии продолжить ужесточать монетарную политику. Фунт против доллара 1.31.30. Вчера вышел отчет по индексу активности производственного сектора. Ранее я уже до выступления Белли на симпозиуме Джексон Холли отмечал рост деловой экономической активности, который будет разгонять инфляцию и тем самым ограничивать возможности Банка Англии по смягчению экономической политики. Производственный сектор индекс вырос с 52.1 до 52.5. Это максимум, друзья, за два года. Если через день мы получим похожие по силе данные по активности в сфере услуг, то тогда, думаю, что снижение процентной ставки точно будет отложено на конец этого года и это должно оказать поддержку британскому валютному активу. Рынок нефти 72.20 текущей кассировки. Ранее цены росли на фоне снижения объема нефтедобычи в Ливии, которая сократилась по разным подсчетам от 700 до 800 тысяч баррелей в сутки. Это много. Это почти 70-80% всего объема, который добывался в Ливии. Также котировки подогрели сообщение о том, что Ирак планирует сократить объем нефтедобычи. Казахстан тоже обещал вернуться к выполнению обязательства энергетического пакта. Но это все, друзья, шум. В конечном счете мы знаем, понимаем, что отдельные страны ОПЕК+, такие как Ирак и Казахстан, они уже давно нарушают взятые на себя обязательства и тем самым подрывают мотивацию от других участников пакта, которые вынуждены сокращать добычу. И они не будут соблюдать квоты, которые, по идее, должны были соблюдать все. И уж тем более они их не будут соблюдать после сообщений Reuters минувших выходных о том, что с октября страны ОПЕК+, планируют начать постепенное наращивание объема нефтедобычи. И с октября уже увеличить производство нефти на 200 тысяч баррелей в сутки. И если вспомнить, опять же, ливийскую тему снижения объема нефтедобычи, якобы то, что это может создать предпосылки для роста дефицита предложения, я советую вам отказаться от этой идеи. На фоне нарушения квот со стороны стороны ОПЕК+, и планов увеличить объем нефтедобычи, а также на фоне проблем с экономическим ростом Китая, я уже начал бы говорить о том, что нефти слишком много на мировом рынке, а поэтому бренд и WTI останутся под прежним фундаментальным прессингом. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!